Итак, когда у нас возникает потребность что-то менять в жизни? Мы, когда с вами так живем, рождаемся, мы очень любим об этом поговорить, что классно было бы изменить, я чего-то хочу, но мне кажется, что в большей мере степени у нас это вызвано с темой поговорить. Но знаете, как бы статус успешного человека, в кавычках, определяет то, о чем он разговаривает. И вот люди любят разговаривать, типа да, мы такие успешные, да, мы такие классные, да, мы там то, мы там это, ну знаете, такие посидели, поговорили, вот, и поверили в то, что вроде бы все так, сказали друг другу все будет хорошо, я в тебя верю, замечательно, ну и дальше пошли разгребать свои проблемы. Но если вы меня немножечко смотрите, то вы уже знаете такой интересный волшебный секретик, что то, в чем мы живем, то, чем мы дышим каждый день и то, о чем мы думаем, то постоянно с нами и происходит. То есть, думая о том, что сейчас я решу эту проблему, одну, вторую, пятую, и потом приступлю, мы сфокусированы на решении проблем, которые на нас, знаете, как на заводах, если вы видели, там ММДМ-сики падают, знаете, вот они бесконечны, то есть завод не заканчивается. Вы все время, вот представьте себе, что идет огромный конвейер, и у вас откуда-то есть такая иллюзия, что сейчас на конвейере вот эти конфеты закончатся, в кондитерской какой-то, на фабрике Рошен, и там сейчас пойдут батоны, но там нету батонов, но у вас почему-то есть иллюзия, что сейчас, сейчас, сейчас вот у вас было когда-то, когда вы так что-то делаете, и думаете, ну еще сейчас, последний, семечки ели, о, вот, во, во, классный пример, семечки идите и думаете, сейчас, 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 все, больше уже не могу, пальцы болят, блин, зубы болят, все болит, и вы думаете, сейчас еще одну семечку, И вот этот вот момент, ты просто ненавидишь себя, бьешь себя по рукам. Вот то же самое происходит с вашей жизнью. Вы как бы говорите на светскую тему беседы, поддерживая ее со всеми, со своей мамой, со своей подружкой, бывшей, будущей. Вы все время поддерживаете тему того, что ваша жизнь изменится, но только сейчас вам необходимо что-нибудь порешать. Первое, что я вам хочу сказать, что чтобы в вашей жизни не было, как нормально, так и жопа полная, давайте будем называть вещи своими именами. И, кстати, сегодня поговорим очень конкретно про то, что я назвала Ж, я дам этому другое несколько определений и расскажу, что в этом хорошего. Так вот, фишечка заключается в том, что нам необходимо понять, что мы с вами являемся причиной всего того, что с нами происходит. Еще раз, я являюсь причиной того, что со мной происходит. Ну, типа, все такие, ну да, ну, наверное, я. Но давайте еще раз, да, если есть такие люди, которые здесь впервые, есть, кстати, такие люди, напишите, ваше здоровье. Это Pepsi, кто не знает, Pepsi Cherry. Кто никогда не пробовал, лучше не пробуйте, потому что это очень вкусно. Я знаю, что это вредно, но, тем не менее, от этого не менее вкусно. Итак, если вы меня не знаете и не смотрели мои эфиры, я вам делаю такой небольшой краткий экскурс. О чем я говорю? Почему я говорю о том, что я являюсь причиной всего того, что со мной происходит. Вот, здорово, я вас очень рада видеть всех. Это прекрасно. В конце напишите мне, пожалуйста, вот пару слов. Типа, Оля, мы сейчас времени вот никуда потратили или вам понравилось? Мне прям сильно важно. Интересно. Итак, давайте еще раз вернемся. Значит, почему я являюсь причиной того, что с нами происходит. Краткий экскурс в тему, которой я занимаюсь. Дело в том, что нам всегда казалось, что наша реальность создается какими-то другими людьми, ситуациями и событиями, в которых мы просто выполняем некие роли. То есть это чей-то большой спектакль, а мы случайно проходимся по сцене, и все это происходит без нашего участия. Мы просто здесь случайно оказались с течением обстоятельств и так далее. На самом деле у нас с вами в голове есть такая волшебная штука, называется мозг, которая, по сути, является пультом управления от нашей реальности. Как это работает? Через что мы управляем реальностью? Мы управляем реальностью через свои мысли. А точнее, каждая наша мысль, давайте их делим мы на два ящичка, чтобы было понятно, позитивные и негативные. Позитивные мысли – это все то, что нас радует, негативные мысли – это то, что нас огорчает. Так вот, у каждой нашей мысли вот такой есть такие, мы это называем вибрациями. Ну, представьте, что мысль – это голова, а вибрация – это волосы. Вот у каждой нашей мысли есть вот такие волосы разные. И вот есть волосы, например, черные – это классные волосы, а есть волосы седые, белые – это низкие вибрации, мы их все хотим закрасить, да, чтобы вам было ясно. И в зависимости от того, если вы думаете классные мысли, у вас классный настрой, ваши волосы красивого цвета, давайте пусть не черного, они красивого цвета, который вам нравится. Но как только у вас негативные мысли, ваши волосы начинают сидеть. В чем опасность? Опасность в том, что ваши волосы начинают, если они красивые, они всю свою жизнь притягивают красивое, свежее, молодое, счастливое, радостное. А если они седые, то они всю вашу жизнь начинают притягивать уже такое, знаете, шероховатостями и потертостями. Уже то, что давным-давно отработано, да, все готовится к смерти. Это все люди, которые какие-то несчастные, это какие-то неприятные ситуации, это отсутствие денег, это вот такое, вот знаете, уже старенькое, старенькое пошарпанное, понятно, да, теперь эту историю. Поэтому в зависимости от того, о чем мы думаем, в каком состоянии мы находимся, мы себе такую жизнь и притягиваем. И если вы сейчас проанализируете, ну вы так не можете прям сейчас широко это проанализировать, но тем не менее, если вы начнете чуть-чуть больше меня смотреть и заниматься такой подсматриванием причинно-следственных связей, например, я встала с утра, у меня плохое настроение, я немножко разозлилась. В этот момент, когда я вышла, со мной случилась еще какая-то неприятная вещь. И вот вы увидите, что если вы, например, будете своей злости, агрессии, негативу давать волю, вы будете видеть, что это такой день, что просто надо спрятаться, то, что мы называем черной полосой. Но вы увидите наоборот, что, например, вы, если у вас наоборот все хорошо, как бы день задался, то у вас, типа, наоборот, все классно, но фишка в другом, фишка в том, что вы можете этим управлять. То есть наша реакция определяет, как мы будем на это реагировать. Ну вы, например, вышли, и у вас сломался каблук, вы можете расстроиться, сказать, что, блин, это были последние деньги, что просто капец теперь. Ну вот у меня недавно была такая ситуация, я застряла с машиной, я заехала, так запарковалась, что, когда начала выпарковываться, моя машина на льду начала катиться на другую машину. И я ничего не могла сделать, я не могла выехать никак, вообще. И мне надо ехать, у меня 150 тысяч дел, там машина, которую дети, ну в общем, целая история, я не могу тронуться, потому что я стою вот так вот с машиной, которая стоит рядом. Естественно, я ждала водителя в надежде, что он придет, он не пришел. Я уехала на такси, оставила ему записку, его сутки не было, я уже дозвонилась в полицию, эвакуатор туда подъехать не может, понимаете? Можно, короче, за день нам пришлось где-то с мужем раз 10 ездить на такси со всеми нашими переездами. Можно было, конечно, начать истеричить. Господи, почему же это с нами произошло? Да за что же это такое? Да что же мы должны деньги на это такси тратить? А если наша машина поцарапается? Ну, я как бы ржала. Во-первых, эта ситуация была очень забавной, потому что ты себя чувствуешь такой вообще, типа, в смысле. Во-вторых, я подумала о том, что, ну, значит, окей, может быть, сегодня со мной могло бы произойти или с моей машиной что-то гораздо более страшное. Моя машина решила таким образом себя на сутки зажать. Ну, фиг с ней. Мы не разбились, машина целая, ничего страшного не произошло, кроме того, что она застряла на сутки. Потому что ровно через сутки нам позвонил чувак, написал сообщение, он, видимо, прочитал, что, значит, я уехал, все окей. Вот такая замечательная история. Ваша реакция определяет, почему мы не реагируем всегда хорошо. Не потому, что мы не умеем, а потому что мы не знаем, что так надо. Мы не знаем, что от этого зависит наша реальность. Мы иногда думаем, что просто я буду такой, какой я есть. Сегодня у меня голимое настроение, люди сегодня твари, я им сегодня все расскажу, значит, там, и все. И мы этот понос, простите, из себя выплевываем, не понимая, что понос льется, простите, на нас. Главное правило, которое вы должны запомнить, связанное с энергиями и с реальностью. Все негативное, что вы направляете куда-то, все, простите, говнишко, которое вы желаете кому-то, все, вот любая негативная история, она всегда остается с вами. Проходит мимо человек, и он вам говорит, что ты там на себя напорла, или там, проститутка, ну, дядька пьяный. Это его абсолютная история. Но вдруг ты поворачиваешься зачем-то и начинаешь с этим дядей выяснять, что ты не проститутка, а может еще сумка его бить. Все. Этот негатив весь палился на тебя, не от дяди, от тебя самого. Ты принял внутренний, и у меня это называется техника слоненок, знаете, поднял хобот, или техника, простите, маленький писюнчик, когда новорожденный все время писает на себя, да, там он не может никуда в другую сторону пописать. Вот запоминайте такими примерчиками. Поэтому я сразу же думаю, господи, я не хочу пописать на себя, я не хочу, и я это тут же меняю, тут же понимаю, что если я сейчас отреагирую вот так, мне же будет хуже. Ну, дядьки, я бы еще, может, и сделала хуже, но себе-то не хочу, ну что, я совсем ненормальная, что ли. И все, так это работает. Поэтому, возвращаясь к объяснению того, почему именно вы являетесь причиной всего того, что с вами происходит, я надеюсь, это понятно. Ну, в жизни бывают разные события, ситуации, конечно же, мы с вами не роботы, и даже когда мы с вами над собой работаем или хотим работать, в нашей жизни происходят разные моменты. Плюс, нужно учитывать, что мы в какой-то период своей жизни начинаем что-то соображать, мы об этом поговорим, когда это обычно происходит. Спасибо большое за это обожание. Вот, но у нас накапливается с вами все равно еще бэкграунд, понимаете? Мы с вами долго жили, мы долго не знали Олю Юрмилову, мы никогда этого не слышали, мы как-то жили и выживали, да, как говорили наши родители. Ничего страшного, мы выживали без приставок и без частных школ, ничего, не потерялись. Вот и мы с вами без всех этих управлений сил разума как-то не потерялись. Ну, как-то живем там по-разному, но тем не менее живы, да, тем не менее живы. Но в жизни у нас накапливается, вот вы же понимаете, сколько вы раз негативили, сколько вы всего передумали, сколько вообще вашей мысли всего настроили. Но у наших же мыслей, у них нет такой истории про то, что ты подумал и это тут же реализовалось. В некоторых случаях это работает, причем иногда прям стрёмненько, но в большинстве своем у нас есть так называемый момент накопления, когда мы как пипеточкой носим, знаете, через 3 километра по одной пипеточке в стаканчик, вот это мы носим, 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 а потом оно начинает идти. И есть еще такой момент, как инерция, то есть когда, например, вы очень хорошим человеком были, а потом стали говнишкой. И так, знаете, думаете, ничего плохого не происходит, но у вас из стаканчика дотекает еще хорошее, потом начинается плохое, но это другая история. Давайте вернемся, а то я вот так могу вас водить очень долго. У нас в жизни происходят разные бывают события. Связаны они, безусловно, с тем, что мы не всегда были осознанными людьми и у нас поднакопилось. А иногда связаны с тем, что мы никогда не были осознанными людьми. И это такие ситуации, которые я называю такими большими неудачами. Один из менторов называет их священной раной. Мне нравится это выражение, поэтому я его возьму. О чем идет речь? Когда у вас происходит какое-то негативное событие, какая-то такая большая неудача, это может быть банкротство, это может быть болезнь, это может быть развод, это может быть ситуация, когда, не дай бог, стерто-стерто, вы попадаете в какое-то ДТП. То есть что-то, что является для вас раной. И скорее всего, почему рана, это оставит рубец. Рубец в виде воспоминания. У каждого из вас уже что-то есть, правда? Могут быть первые неудачные отношения, может быть развод уже в зрелом возрасте, может быть потеря какого-то человека, может быть потеря просто как расставание, но это глубоко. То есть это то, что болит, да, это является раной. Но почему священная? Почему же она священная? Почему такие ситуации мы можем назвать крутыми и сказать о том, что их не нужно бояться? Потому что именно такие священные раны, они нам открывают путь, они открывают нам новые двери, они дают нам возможность, знаете, такого озарения, посмотреть на ситуацию с другой стороны, увидеть какие-то новые возможности и сменить убеждения. Я очень часто говорю о примерах, потому что я женщина и наблюдаю эти картины, когда женщина и мужчина находятся в отношениях, им кажется, они находятся в отношениях долго, 10, 20, бывает больше лет, им кажется, что их отношения уже на рельсах, да? То есть она знает, чем она занимается, он знает, чем он занимается, они знают, что они делают как семья, куда они ходят, что они обсуждают, все на рельсах. И вот однажды он приходит и говорит, я ухожу. Она говорит, в смысле я ухожу? Как уходишь? У нас же все хорошо было. Он говорит, да какое у нас все хорошо? У нас уже давно нехорошо. Прости, я люблю другую, у нас будет ребенок. Она говорит, что? Откуда другую? Он говорит, ну, у меня уже год отношений, я не могу тебе врать. Она говорит, как? Он садится и говорит ей, слушай, ну ты меня прости, конечно, но ты видела, как ты выглядишь. Нам с тобой не о чем разговаривать. Мы стали скучные друг к другу. Ты все время толдычишь о детях. Она говорит, ну так я детьми занимаюсь и домом. Он говорит, так ты ходишь в трениках все время, ты поправилась сильно, ты вообще за собой не следишь, у нас нет никаких сексуальных отношений. Она говорит, ну так я детей рожала. Он говорит, ну да, но тебе же, блин, 35. А она говорит, ну, я думала, тебя устраивает. Как нет секса? У нас когда-то в ноябре на день рождения был. И она садится и офигевает. Первым делом она бежит, конечно, к своей подруге и говорит, он козел, он дурак, я ему, значит, я ему, да, вот мы же обычно, все, что я ему, я ему это, я ему то. А потом наступает момент, ну, ясно, мы переживаем все, страх, обида, боль, я ему, он мне, выяснение, давай пойдем к психологу, к психологу не пойдем. Все эти этапы я как бы не буду вам описывать, ни к чему это, и у каждого они свои. Но самое ключевое происходит потом, когда она все-таки, убрав эти все боли и истерики, подходит к зеркалу и смотрит на себя. Смотрит на себя и думает, во всех смыслах смотрит, блядь, я реально ужасно выгляжу. Ну реально, да, я так не хочу выглядеть, я реально стремная. У меня действительно гардероб, блин, какой-то гопницы. Я действительно забыла о том, что я женщина, потому что я сама себя в это загнала, я решила стать суперматерью зачем-то, хотя нашим детям уже это нахрен не нужно, они все время где-то находятся. У меня действительно с мужем нет общих тем для разговора, я не знаю, кто я, я не понимаю, чем я хочу заниматься. Естественно, он от меня ушел, это естественно, я бы сама от себя ушла. И вот это как раз та точка, о которой я говорю, священная. Когда ты вдруг оживаешь, ты переживаешь свое второе, десятое, сотое рождение. Потому что если представить, что вы и дальше остались в этих отношениях, ты и дальше продолжила жить вот в этой вот всей суете, все, ты себя потеряла. Люди могут делать вид, что им хорошо вместе, люди могут принимать правила этой игры, но зачем? И что самое интересное, обычно в таких ситуациях партнер, ну давайте сейчас оставим женщина-мужчина, вот как я рассказала, это по-разному может быть. Женщина говорит... Господи, забыла, что хотела сказать. А, все, вспомнила. Женщина обычно в таких ситуациях говорит, ёпсель, но обидно одно, он же меня тоже не устраивал, он же мне тоже не нравился, у меня тоже были причины, но я-то терпела и молчала, он-то что, себя видел в зеркало, он-то тоже не принц, и у нее тоже есть к нему много претензий. Мне эта ситуация знакома по сотрудникам, честно вам скажу. Это история про то, когда сотрудник начинает плохо работать, или ты понимаешь, что у тебя что-то с этим сотрудником не клеится, и ты хочешь его уволить, но начинаешь себя останавливать, и вспоминать все хорошее, и думаешь, блин, ну он такой классный, мы с ним столько пережили, он такой вообще, ну неудобно как-то, я его люблю, да, мы с ним притерлись. Потом сотрудник приходит через две недели и говорит, я от вас ухожу, увольняюсь, надоела, и ну или врет там чего-нибудь другого, да, там я смертельно болен, почему-то многие сотрудники не могут просто уйти, им нужно перед этим умереть обязательно, вот. Или отправиться в кругосветное путешествие, у меня тоже такие были, не знаю, когда вернусь, но я вас очень люблю и уважаю, ну в общем, все врут, но это не имеет никакого значения. История про то, что ты сидишь в этот момент и думаешь, бляха, муха, я же хотела, я сама уволить, ты себя чувствуешь, как будто тебя, извините, поимели на улице, то есть ты типа хотела это сделать, ты включила в себе чувство вины, там жалости, там еще чего-то, ты пожалела человека, он такой приходит и говорит, все, до свидания. И это вот то, что мне лично никогда вообще не нравилось, но у меня это было частенько, вот такая я была жалостливая, вроде как с одной стороны безжалостная, с другой стороны жалостливая. То же самое и в отношениях. Поэтому, если такое произошло у вас в отношениях, ну не то, что у вас произошло, вообще такая ситуация происходит, то нужно понимать, что это круто, потому что у вас появляется новый шанс на жизнь. И когда девушки в разводе или которые там разводятся, они начинают мне говорить, господи, я не знаю, как выжить теперь, я не знаю, где взять силы, а в чем дело? Ну мне же надо теперь за квартиру думать, мне же надо теперь за деньги думать, мне нужно теперь ребенка на ноги ставить, так я говорю, так супер, это же прекрасно, а вы круто с ним жили? Нет. А он много зарабатывал? Он говорит, нет, ну если бы он много зарабатывал, он бы сейчас давал деньги. Я говорю, так прекрасно. А, ты паришься не вашими отношениями, а ты паришься чем? Квартирой, деньгами, то есть у тебя на самом деле дело не в нем, а в квартире и в деньгах. У него уже его ресурс ограниченный, ты, он больше, ради тебя больше не способен заработать, или с тобой не способен, все, это его потолок, ты не его женщина, следовательно, ты живешь не со своим мужиком, следовательно, ты сама вообще не реализовалась. На самом-то деле, девочки, проблема всегда в том, в людях, да, и девочки, и мальчики, проблема всегда в том, что когда ты сам не реализовался как единица и вошел в пару, как какая-то приставочка, вот тогда получается херня. Потому что две единицы не боятся сходиться и расходиться. Да, это неприятно, что-то мы опять о разводах говорим, ну, понятный пример. Это неприятно, но это две отдельные лодки. Конечно, двум лодкам в открытом океане плыть рядом романтично и классно, но, тем не менее, когда вы в одной лодке, у которой течь, и вы друг друга ненавидите, это сильно хуже. Поэтому рана является священной в таких ситуациях, когда жопа с деньгами, когда какая-то, не дай бог, это для меня самое стремное, мы об этом поговорим, про болезнь, но когда что-то происходит такое, что это точка невозврата, и это является раной то, что останется вашим шрамом, это ваша лучшая возможность для прорыва, ваша лучшая возможность. Поэтому вы должны понять, что в таких ситуациях необходимо принять все, что с нами происходит. Принять это не значит расслабиться, принять это головой значит принять, перестать кончать жизнь самоубийством, обвинять всех вокруг, опять сбрасывать ответственность на него или на нее, что кто-то виноват. Нет, я есть причина всего того, что со мной происходит. Поэтому обвинять кого-то просто нет смысла. Нужно сказать, и себя обвинять нет смысла. Господи, что же я за дура была, зачем же это? Нет, это произошло в моей жизни. Да, это был мой, есть мой опыт, я была другим человеком. Самое время мне пойти дальше. Давайте помнить о главном. Это очень помогает. Мы все умрем. Это прекрасно. Помнить об этом. У нас не бесконечная жизнь. Поэтому мы с вами, это знаете, как взять компьютерную игру и бояться пойти, потому что там вокруг тебя могут убить, и стоять на одном месте только для того, чтобы остаться живым. И что? Ты не попадешь ни на какие уровни, ты ничего не сделаешь, но ты останешься живой. Вот то же самое и в жизни. Мы должны себя преодолевать. Рост и развитие себя – это преодоление, это вперед, это развитие, это достижение своих целей. Мы для этого это делаем. Говорят, я не хочу достигать цели, чтобы зарабатывать на машину, глупо посвящать этому жизнь. Да машина здесь ни при чем. Машина – это фишка. Машина, квартира, курточка, ботинки и Мальдивы – это фишка. Это фишка, ты просто дошел до уровня, и тебе денежки в конце – дзын-дзын-дзын-дзын-дзын. У меня сейчас PlayStation просто детям мы подарили, и я поэтому очень хорошо, наглядно вижу теперь, как выглядит реальная жизнь. Это только фишка, и все. Просто у вас, когда есть эти фишки, вы хотите себе что-то купить. Вот у нас сейчас малые играют на Sony PlayStation, забыла, как называется эта игра, они там зарабатывают деньги. Я говорю, а куда деньги тратить? Они говорят, а мы человечеком покупаем, значит, одежду там, и там реально такие классные штуки этим человечеком можно купить. То есть это прикольно. Поэтому я хочу, чтобы вы помнили о том, что священные эти раны, по сути, могут быть для вас невероятным даром. Если вы сумеете посмотреть на них именно как на дар, и перестанете себя жалеть, вы должны в такие моменты задавать себе главные вопросы. «Почему это произошло?» Не с позиции «Почему со мной?» А что мне этим говорят? Что я? Где я потерялся? Что? О чем я забыл? И знаете, в 99% случаев ответ будет один. Я забыл о себе. Я забыл, я поставил себя на 26-е место. Я вместо того, чтобы выстроить себя счастливого, понимая, чего я хочу, как я хочу, быть честным, я попытался быть удобным. Я попытался быть удобным остальным, чтобы всем нравилось, всем было хорошо. У нас же такая жертвенная модель очень распространена, чтобы все были счастливы, дети счастливы, муж счастлив, а я, ну что же я? И сидят такие, значит, на дне рождения, все поднимают бокал и говорят, «Ты святая женщина, ты всегда, дети, ваша мама всегда собой жертвовала ради вас». Дети такие сидят, ага, да, мам, спасибо. Либо Сергей, Ольга всю жизнь положила на то, чтобы ты реализовался на работе. Сергей такой, смс-ку получает любовница, значит, она там ему трусики мокрые уже присылает. Такой, да, спасибо, жена, молодец, я тобой горжусь, значит. И ты такая сидишь, значит, и думаешь, бляха, почему я себя чувствую на 300 лет? Почему я хочу, чтобы все эти люди свалили? Но тебе приятно. Ты такая, да, да, все ушли, значит, опять все занялись своей жизнью, а ты сидишь и думаешь, ёпси, а что вообще такое моя жизнь, кроме вот этой вот, даже если это очень красивая квартира и это дворец, где я? Где я? Чего я хочу? И знаете, что отвратно? Вы даже, вы даже не можете ответить на вопрос, чего я хочу. Я это очень хорошо знаю, потому что, когда ко мне приходят на марафон Рерайтер жизни, где наша первая задача разобраться, с чего я хочу, выбирая из всего, что возможно в мире, человек не знает, что он хочет. Он не может выбрать из всех возможностей мира, не может выбрать страх, не знаю вообще, что я хочу, может мне вообще ничего не надо, может вообще ничего. Это ваша политика, вот вы сейчас, Лена, пишите, это ваша политика защиты. Когда человек не хочет реализовываться, ему страшно идти искать себя, он предпочитает обслуживать других. Его за это хвалят, он удобен. Простите, я сейчас тоже вот скажу, я всегда думала по поводу учителей, которые работают в обычной школе. Они жалуются, многие жалуются, я не буду всех обобщать, но тем не менее, многие жалуются на маленькие зарплаты. В Киеве, в Украине это очень низкие зарплаты, это правда. И вот знаете, я всегда думала, ну почему они идут на эту работу? Ну понятно, что там много низких самооценок, кто-то говорит, я люблю детей, ну прекрасно, сейчас много классных частных школ, тоже можно работать, но в обычную школу, вот они идут с позиции того, что я учитель, я важный, но при этом понимание того, что реализовать себя больше, они никак не могут и не хотят, и прячутся за этим. Вот, собственно, и все. Итак, давайте будем идти дальше. Я хочу рассказать вам очень такую важную штуку, что наша Вселенная очень заинтересована в том, чтобы каждый из нас был успешен. И вообще, мы сегодня не успеем рассмотреть все законы квантовой физики, но тем не менее, вообще вы должны понять, что мы рождаемся не для того, чтобы пройти тяжелый путь и пронести свой крест. Мы рождаемся для того, чтобы пройти счастливый путь, крутой путь. И проходим мы тяжелый только потому, что мы его сами выбираем. И зачастую мы его выбираем изначально трудный и сложный. То есть мы, например, первая сложность заключается в том, что мы передаем образы правления от своей жизни кому-то другому. Мы говорим, от меня ничего не зависит. Все. Это уже ваш первый правальчик. Я ничего не могу изменить. От меня ничего не зависит. Вот это все они, это все государство, страна, мир, папа, мама. Это как бы первая такая история. Вы должны понимать, что мы пришли все для того, чтобы быть успешными. И, соответственно, каждая ситуация, обстоятельства, которая с нами происходит, имеет некий смысл. Я хочу вам сейчас напомнить о том, что изменения в жизни происходят обычно тремя способами. Первый способ – случайно. В нашей жизни, вот говорят, ничего случайного нет. На самом деле бывает. Вот, вы знаете, я говорю часто о том, своим рерайтовцам, они сейчас во всем же ищут какую-то связь. И иногда бывает такое, идешь и ударился больно коленкой об стенку. Или припарковался по-дурацки. Или, извините, выпал из окна. А знаете, что выпал? Встал на окно со льдом и выпал. Вот пойдите сейчас, встаньте на окно со льдом, и вы точно выпадете. Ну, 99%, что вы выпадете, особенно если вы не будете держаться. Это не рок. Это не будет плата за то, что вы сделали что-то в обед плохое. Это будет тупость. И в жизни есть место просто глупости и тупости. И вы должны это понимать, что случайности есть. Поэтому, если вы осознанный человек, и периодически с вами происходят дурацкие вещи, вы поймите, они будут происходить, и не надо искать вот это, за что это я заплатил, за что я... Бывают просто тупые ситуации. Совершенно дурацкие, тупые, которые нельзя вот предугадать, они бывают. Но, тем не менее, есть изменения, которые происходят по нашему выбору. Я принимаю решение развестись, или я принимаю решение выйти замуж. Я принимаю решение уйти с работы. Я принимаю решение родить ребенка. Я принимаю решение заняться фехтованием. Я принимаю решение. Это изменение по моему выбору. Или я принимаю решение, что я пойду на марафон «Рерайтер жизни» к Ермиловой и буду с ней меняться. Это ваше решение. Но есть еще изменения, которые происходят в кризис. Это то, о чем я вам только что говорила. Вы не собирались разводиться, у вас было все замечательно в вашей собственной жизни, парадигме мира. Вам казалось, что у вас все уже расстроено, вы уже знали, присматривались с мужем, где вы такой практичный человек. Знаете, мне очень нравятся в кавычках эти люди, которые ходят, себе могилу заказывают заранее. Говорят, сейчас же на Байково уже место-то не забронировать так просто. Поэтому у меня по блату есть знакомые, если мы с мужем вдвойное место взяли. Блядь, простите, это просто для меня трэш. Чем ты занимаешься? Место выбирай. А памятничек, фоточку выбери, а то ж потом эти твари могут тебе твои родственнички. Какую-то фотку неудачную поставить, как же ты потом-то будешь жить-то с этим? Бывает то, что происходит вот так. Ты работаешь на своей работке, тоже такой, замечательно работаешь, там особо сильно надежд не подаешь, до зарплаты тебе платят. Ты приходишь на работку, приходишь, и тебе говорят, уволен. Ты такой, ненавидел свою работу, мечтал заняться чем-то другим, долго не знал, чем тебе заняться. Тут халабец уволен. И человек, вот это то, что я говорю, изменение в кризис. Вы попадаете вот в эту священную раму. То есть вы неожиданно, да, это с вами произошло. Пум-пум! И все, и халабец. Так вот, о чем я вам хочу напомнить, нафига я вам это все говорю? Вы должны понимать, что изменения, давайте разберем, случайные изменения. Ну, случайные изменения шел, поскользнулся, очнулся гипс. Ну, короче, мы ничего с этим поделать не можем. Мы можем быть внимательными, мы можем быть еще какими-то, но это с нами происходит. Вот я летела в самолете, опа, сняли часы с меня, да, пока там. Как это произошло? Дорогой самолет, дорогой рейс, все. Не понимаю. Ну, хорошо, окей, на здоровье. Купили новые часы, не проблема. Случайно. Я считаю, что это случайно, не более того. Второй момент. Это по нашему выбору. Когда я сижу и думаю, так, что-то вообще моя жизнь с моим вот этим вот товарищем мне вообще не нравится. Круто, конечно, что, блин, непонятно, что делать, но надо что-то делать. Идет время. Я понимаю, что я его не люблю, он меня, походу, не любит. Я не хочу лазить по его телефону, потому что вообще зачем мне это надо. Или у нас мало денег, мне не нравится такая жизнь, не хватает денег ни на что. Я хочу путешествовать, я хочу другой дом, я хочу классную тачку, я хочу крутую жизнь. Блин, я сижу в жопе и считаю зарплату. Я не хочу. Изменения по выбору. Когда я принимаю решение, мне надо что-то менять. Я пока не понимаю, что? Что это за барышня? Оля Ермилова. Ну, ладно, послушаем. Это изменения по моему выбору. Я послушаю эту Ермилову. Что там у нее еще есть? Книжка бесплатная. Ой, блин, читать придется. Онлайн, электронная книга. Мне многие пишут, электронные книги я не читаю. Не читай. Иди. Твой выбор очередной в жизни. Замечательно. Это изменения по выбору. Когда вы решаетесь, да, думаете, ёпсель, пошел я на этот рерайтер, или не пошел я на рерайтер, я лучше буду сидеть в жопе. Или в каком-то другом месте. Элитненько. Это второй момент. И третий момент, это то, когда, что вы должны знать, смотрите, про жизнь. Вы должны знать, что жизнь вас любит. Она меня просила вам передать. Вселенная. Она вас любит. И у нас жизнь устроена таким образом, и вибрации, у жизни есть пульс, у жизни, у Вселенной есть пульс, у Земли, простите, есть пульс. Он замеряется. Называется это вибрации Шумана. Эти вибрации начали повышаться. Раньше эти вибрации были равны вибрациям человека. Есть специальные приборы, которые замеряют вибрационную энергию человека и Земли. Вот раньше мы совпадали. Сейчас вибрация стала меняться, расти Земли. А вибрация человека не меняется. Она может меняться только благодаря эмоциям человека, его энергетическим вибрациям. Помните то, что я говорила, белые волосы это низкие вибрации, седые, а вот эти вот волосы красивые, это высокие вибрации. То есть чем больше вы радуетесь, тем выше ваши вибрации. О чем говорит то, что вибрации Земли растут? О том, что Земля говорит, мать твою, радуйтесь, будьте позитивными, меняйтесь, меняйтесь. Почему много людей стало болеть? Потому что когда у вас низкая вибрация, это низкая вибрация ваших клеток. Она не совпадает с энергией Земли, и эти клетки начинают болеть. Им как будто бы не хватает кислорода, чтобы вам было так плюс-минус понятно. Они начинают гибнуть, и человек из-за этого умирает. Такая себе зачисточка Земли. Понимаешь, я вас сейчас ужасно пугаю, ну вы там радуйтесь, улыбайтесь, пусть поможет. Итак, к чему это все опять-таки я говорю? К тому, что когда Вселенная направлена на то, чтобы человек менялся и жил в кайфе и в удовольствии. Поэтому энергетическая вибрация каким-то образом поднимается. Мы не знаем, как это происходит. Просто мы видим по приборам, еще раз, вибрации шума, на можете загуглить, почитать, что это. Мы увидим по приборам, что они растут, и нам надо что-то с этим делать. Потому что в противном случае есть риск большой, что многие люди с Земли исчезнут. Но меня не очень интересует прям сильно много людей, но те люди, которые меня окружают, меня интересуют. Потому что я же с ними тоже нахожусь, будет обидно, если все умрут, и я останусь одна такая позитивная. Вообще не хочется. Поэтому, если мы с вами, и Вселенная что? Она хочет, чтобы мы все менялись. Но вот есть такие, как я, которые, эй, хлебом не корми, дай поменяться. Есть еще таких, какой-то процент Земли. Остальные не хотят. Остальные такие сидят, говорят, да нам и так нормально, нам и так хорошо, тут на диванчике, да что я могу исправить. Да я уже старый, мне уже 28, уже скоро пенсия, значит, там. И у них все грустно происходит. И что делает госпожа Вселенная? Она кидает вас в кризис. Она вам посылает что-то, что заставит вас переосмыслить свою жизнь. Как вы думаете, что это? Как вы думаете, что может послать вам Вселенная, не вам, вообще кому-то, для того, чтобы человек захотел жить, чтобы он захотел пошевелиться. Человек говорит, да не хочу я этой машины, да не нужна мне эта квартира, да все это тленно, да не хочу я ради этого меняться, да зачем мне это надо? И тогда Вселенная посылает человеку болезнь, конечно. Она посылает человеку болезнь для того, чтобы он проснулся. И иногда она посылает болезнь, я не могу про это говорить, я начинаю плакать. Я вам честно скажу, не хочу об этом говорить. Но очень часто она почему-то посылает болезни детям, для того, чтобы взрослый точно проснулся. Потому что есть очень много взрослых людей, которые готовы даже сдохнуть. Но дети, к счастью, для большинства людей являются мощным мотиватором. Я это наблюдала неоднократно. И я хочу вам сказать о том, что не надо, не надо ждать кризиса. Не нужно его выпрашивать. Это то, почему опасно не развиваться. То, почему опасно не работать со своими вибрациями. Я вам сейчас говорю не о том, что вам нужно зарабатывать деньги. Я не про бизнес. Я про внутренний ваш рост. Просто для многих из нас он связан с деньгами, потому что когда ты начинаешь развиваться, и у тебя появляются амбиции, и ты становишься успешен в чем-то, ты притягиваешь деньги. Это так работает. Деньги любят успешных людей. Я люблю олицетворять деньги с друзьями. Я сейчас вас, простите, заблокирую. Вы меня уже с Аллахом, со своим, немножко затрахали. Уж простите. Все. Ну, просто невозможно, когда человек сидит, и Аллах, 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 Аллах. Ну, я что, кому-то что-то навязываю? Это же мой эфир. Свет, я думаю, что эта история Света написала, что ей смерть мужа послала. Конечно, такие штуки, когда приходят, это, безусловно, и вам, и ему. Ну, когда происходит что-то в семье, это, безусловно, послание всем членам семьи. И я не хочу сейчас поднижаться в эти вибрации, и я не хочу вас пугать ни в коем случае этим. Я хочу, чтобы вы понимали. Я хочу, чтобы вы понимали эту взаимосвязь. Потому что, когда люди говорят, почему родился ребенок маленький, а уже нездоровый, почему у кого-то проблемы, он же еще ничего не сделал. Я хочу, чтобы вы понимали, что, а, мы души. Не думайте, что если вы в этой жизни чего-то напортачили, наделали дерьмеца, а потом себе пулю в лоб пустили, game over, то вы потом вернетесь в мир и, типа, и будете маленькой святой душой. Но вы же прекрасно должны понимать это, что жизнь немножечко сложнее устроена. Но сейчас речь идет об этой жизни, да, мы не говорим о каких-то перерождениях. Я говорю вам о том, что, почему опасно не разбиваться, почему опасно не выходить из позиции жертвы, из позиции человека, у которого все плохо, из позиции человека, который постоянно жалуется и видит проблемы. Вы понижаете свою энергетическую вибрацию, вы притягиваете к себе самое дурацкое – болезни. То, что заставляет людей пересмотреть свои взгляды на жизнь. Я периодически говорю о том, что почитайте истории тех людей, которые переболели раком. Очень много людей ведут в Инстаграмы профили. Перечитайте тех, кто потерял конечности. Ведь вы же не цените, что у вас есть две руки и две ноги. Вам же кажется, что это, блядь, простите. Это ж, ну, как бы, а как без этого? А вы почитайте, почитайте, посмотрите. По зачем? За тем, чтобы вы поняли, насколько вы богаты. За тем, чтобы вы поняли, как много у вас возможностей. И вы пришли для того, чтобы развиваться, чтобы делать в мире что-то классное, новое. Ведь представьте себе только, сколько люди сделали на этой планете. И во что мы превратили потрясающую планету. Но, тем не менее, как много всего придумано. Диваны, чашки, ну, все, все создано. И человек должен развиваться. Человеку должно быть интересно жить. Человек должен быть счастлив. Человек должен быть амбициозен хоть как-то. Человек должен хотеть познать, увидеть, родить, воспитать, посадить. Это должно быть. Человек не может быть завязан только на то, чтобы прийти вечером и не работать. И ждать, когда закончится рабочий день. И будет выходной, чтобы напиться пиво или чего-то там еще. Я хочу, чтобы вы это понимали. И вы понимали, что выкарабкаться после самых жестких провалов можно тогда, когда вы принимаете решение это сделать. Когда вы понимаете, что вы попали в провал, потому что вы были тем человеком, возможно, которым вы есть сейчас. И что этот человек с этими мыслями, а мысли это ключевое, человек, который себя жалеет, человек, который постоянно решает все свои проблемы и не понимает, как ему эти проблемы бросить решать, ведь он же тогда умрет, что вот пока вы не перестроитесь, ничего не произойдет. И первое, что вам нужно сделать, это просто принять решение. Ну вот, видите, Лика тоже говорит, муж ушел из семьи. Ну, я же не обманываю вас. Вы же сами понимаете, как происходят эти истории. Поэтому необходимо, необходимо, жестко и очень сильно понимать, что только вы в ответе за то, что с вами происходит. Помните, я вначале вам сказала, я являюсь причиной всего того, что со мной происходит. Выбирайте выбор. Из моментов того, каким образом вы можете меняться, предпочитайте выбор. Сами рулите и направляйте в свою жизнь. Я занялась рерайтером жизни, своим марафоном, в котором я как раз помогаю, обучаю и направляю, как именно это сделать, именно по причине того, что это меня лично саму и спасло. Только когда я осознала, что это мои мысли притянули меня изначально к успеху, а затем к провалу, только когда я отследила эту связь и начала изучать эту тему, и начала ежедневно тренироваться и меняться, только тогда я смогла понять, что я на самом-то деле водитель жизни. Я начала пробовать, экспериментировать и увидела, что это так работает. И это, поверьте мне, гораздо проще, чем получить образование в институте. Вот честно вам скажу, что самое удивительное. И именно отсутствие культуры и понимания того, что этим нужно заниматься, именно потому, что никто сильно не заинтересован в государстве или в мире, чтобы люди были настолько осознаны, именно поэтому вы этого не знаете и этого не делаете. Именно поэтому гораздо приятнее, когда включают новости люди, обсуждать проблемы. Вы когда-нибудь слышали про хорошие новости? Включайте канал, а там канал хороших новостей. Нет, вам расскажут всех, кого убили. Как вы думаете, в мире мало происходит всего? Обязательно где-то что-то упало, где-то кого-то задавили. Вот вы этим всем нагрузились, поняли, что жизнь тяжелая штука. И с вот этим вот рюкзаком тяжести, проблемы всего вы еще поговорили с мамой, со своими знакомыми, еще раз убедились, что жизнь тяжела. На этом фоне ваша собственная жизнь, может быть, показалась вам не настолько тяжелой. И вот вы отправились в следующее путешествие. Вот что я вам хочу сказать. Так вот, теоретически понимаю, но не знаю, как это делать на практике. Вот именно поэтому я вас всех, как ненормальная, хотя я, наверное, немножко ненормальная, в отличие от остальных, призываю приходить ко мне на рерайтер жизни. Потому что, как видите, я называю вещи своими именами. И кроме этого, я пошагово и очень структурировано в течение месяца провожу вас по тем шагам, которые необходимо сделать для того, чтобы попасть в новую реальность. Это, как знаете, такой интересный момент, когда вы, похоже на шоу для меня, когда человек приходит и его переодевают. То есть только вы переодеваетесь внутри. Я не меняю вас снаружи, снаружи вы сами себя захотите поменять, но внутри вы проходите через ряд определенных моментов, когда вы меняетесь. Это удивительно. Знаете, когда начинается чат, в начале у нас в рерайтере жизни, есть общий чат в Телеграме, и люди начинают писать и задавать вопросы, и все так очень примитивненько, и проходит две недели, две недели – это уже рубеж, и люди начинают совершенно другие вещи писать, совершенно другие, и ты понимаешь, что вот тебе с этими людьми было, как с друзьями поболтать неинтересно вначале, ты вначале была воспитательница такая, знаете, пришли маленькие детки, читать не умеют, писать не умеют, через две недели ты понимаешь, что ты уже можешь курить с ними кальян и обсуждать до утраты темы, которые больше никто не поймет. Вот что интересно. Для меня это тоже всегда загадка, как у меня это получается, но тем не менее, это работает. И у вас, я поражаюсь только одному, почему до сих пор вы все не пришли, у вас есть потрясающая возможность, то, что я ковыряла годами, то, что люди изучают очень сложно, долго, у вас есть возможность это не только узнать, но и применить, потому что лично я сейчас стала запрещать на первых порах читать книги, потому что книга создает у обычного человека иллюзию того, что если он это прочитал, он теперь это знает. Вот поверьте, знать мы очень много всего знаем. Когда с человеком разговариваешь, он часто кивает головой, говорит, да, я знаю, я слышу. Я говорю, а чего тогда у тебя денег сейчас нет? А чего ты у меня тогда деньги одалживаешь, если ты это знаешь? Не, ну это же я знаю. Ну что, в смысле знаю? А чего ты не сделал? Не, ну это же, что это? Это теория? Это не теория. Это твое восприятие теории. Так вот, я заставлю вас делать. Делать, делать и делать. Конечно же, я не сотворю чудо за вас. Конечно же, я не изменю вашу жизнь, потому что вы должны понимать, что это ваша ответственность. Но поверьте мне, то, сколько вы узнаете, и то, как я вас со всех сторон вот так промою, даст очень большую вероятность того, что у вас будут изменения точно так же, как у очень многих людей. Это работа, работа над собой. И это работа, которую необходимо делать регулярно. Когда ко мне приходят на марафон, у нас длится первый марафон чуть больше месяца, марафон, который называется «Рерайтер жизни». Мы пишем книгу своей жизни, мы описываем все, что мы хотим видеть в своей жизни, потому что для того, чтобы нам понять, какую жизнь мы хотим и куда мы стремимся, нам как в GPS нужно забить точку, куда мы следуем. Но помимо этого я очень плавно, деликатно и поэтапно рассказываю, как это вообще устроено и работает, для того, чтобы вам было понятно, для того, чтобы вы уже могли начинать делать какие-то техники. И после этого месяца у нас начинается трехмесячная программа клуба, куда идут уже люди, которые прекрасно понимают, что будут происходить и которые хотят меняться. Меняют вас не теория, меняет вас практика. Как для тела, есть физические упражнения, да, вы приходите в зал, ты говорите, я хочу похудеть, вам там тренер рассказывает, мы накачаем с тобой мышцы, вот тут подтянем, тут у тебя будет пресс. Вы такие, да, какие упражнения, он вам рассказал про упражнения, но упражнения придется делать. То же самое происходит у нас в ментальных практиках. Наша задача разобраться с тем, что у вас есть в голове, с вашими убеждениями жизненными, понять, как вообще устроено ваше сознание, подсознание, и почему вы сегодня притягиваете ту жизнь, которая у вас есть, какие у вас есть мысли, и поменять их. Поменять их. Делаем это плавно, порциями. В течение трех месяцев первых у нас идет такая замена с ежедневными практиками. И дальше, в принципе, у нас есть большое сообщество, где уже остаются люди, у нас есть там нижние уровни всего этого действия. Вопрос в том, готовы ли вы меняться. Понимаете ли вы, что нынешнее ваше восприятие реальности и создающее ее вас не устраивает сильно. Это ключевой момент. Вот, собственно, и все. Хоть так, и это работает, говорят люди. И это замечательно. Поэтому на этой прекрасной ноте я очень надеюсь, что вам понравился эфир. И я вас очень попрошу, я вам очень всегда за это благодарна, когда после публикации эфира вы в качестве кэша напишите несколько слов, комментариев для людей, которые этот эфир не посмотрели, а, возможно, он им очень сильно нужен. Рерайтер жизни, марафон, о котором я рассказываю, все описание есть у меня по ссылочке в профиле. Она всегда активная, всегда работает. Там есть цена. Цена поднимается ближе к дате. У нас всегда такой принцип. Мы запускаем марафон каждый месяц. Единственный вот у нас за год отдых – это март. Следующий марафон стартует в апреле. В апреле стартует абсолютно новый рерайтер жизни. Старый отжил год. Сейчас я полностью все переделала в этом марафоне. Он абсолютно новый. Мне кажется, господи, стыдно это говорить. Он на две головы выше предыдущего. Конечно же, весь мой годовой опыт сказался, опыт групп. Но он будет мега классным. Сейчас на него еще акционные цены, неполные. Поэтому я вам очень рекомендую взять, собраться и сказать себе, все, я принял решение. И прийти. Цена смешная по сравнению с той ценностью, которую вы получите. Это я вам обещаю. Спасибо всем, кто был. Спасибо большое моим рерайтерцам, которые приходят. И после публикации, сейчас это произойдет две минуты, зайдите ко мне на страничку и оставьте, пожалуйста, пару слов под эфиром. Я вам буду очень признательна. Спасибо большое. Всех жду на рерайтере жизни.